Всем привет, друзья! Сегодня мы вам подскажем, как в небольшом городке с насоединением 320-350 тысяч человек зарабатывать от 500 тысяч тенге в месяц, продавая воздух, продавая время. Итак, добро пожаловать в антикафе ПМЖ! Рядом сейчас со мной находятся учредители и владелец тайм-кафе ПМЖ Данил. Данил, еще раз привет! Здравствуй! Расскажи коротко о себе и расскажи о том, как ты пришел именно в этот бизнес. Всем здрасте, меня зовут Данила, мне 27 лет, пришел я в этот бизнес уже 3 года. Пришел я с большой идеей развить общение нашего, как вам сказать, нашей молодежи в городе Уральск. То есть только это подтолкнуло тебя открыть тайм-кафе? Да, мне очень нравится общаться с людьми и как бы это моя профессия. Профессия? А кстати, кто ты по профессии? По профессии у меня реклама и связь с общественностью. Ага, а учился ты здесь в Уральске или я? Учился я в Самаре. Понятно, хорошо. Это моя вторая профессия, но по первой профессии я робототехник. Ага, а это как-то пригодилось здесь или? Ну здесь только в настройке звука, может быть, и пригодилось. Все, понятно. Давайте теперь о твоем бизнесе поговорим. Когда вы запустились, то есть когда был старт этого бизнеса? Старт был три года назад, 14 марта, был день открытых дверей. Мы приглашали всех сюда, чтобы показать, что это такое, что тут нужно делать, как тут нужно отдыхать и как проводить время приятное с компанией, с друзьями. В данный момент в городе в целом немного тайм-кафе, анти-кафе. Я знаю только пару, кроме вас. Это винегрет и метро, или как-то так называется, где-то в районе пяти института. Скажи, а вот когда вы запускались, были ли они, то есть как это происходило, запуск других точек? Ну да, было, когда мы начинали уже строиться, как бы сказать, все готовить, винегрет уже раньше нас запустился. Мы сходили туда, посмотрели, как люди к этому отреагировали, новому, вот, ноу-хау, вот, это анти-кафе. И поняли, что да, можно продолжать открываться, составлять конкуренцию. Ага, понятно. А вообще, то, что есть у вас такие вот конкуренты, они влияют на продажу, тем более они недалеко от вас находятся? Нет, у нас кафе разных типов все равно. У нас более домашняя такая, уютная обстановка, все хотят провести в общей компании, своей компанией вместе. А там бы как больше... Как кафе, наверное. Как кафе, да, там приходишь и можешь рядом сидеть с незнакомыми людьми. Ага, то есть там можно найти как бы, ну, новое общение. Да, новое общение. А тут такая уютная, все зовут своих друзей, и вот такое теплое, приятное общение. То есть своя туза, да? Ну, не своя туза, конечно, все люди приходят, но мы знакомимся со всеми и создаем большой общий коллектив, который всегда общается. Хорошо, давай теперь попробуем разобрать твой бизнес. Ровно три года назад. На открытии данного бизнеса брал ли ты кредит или как это происходило? Нет, до этого я работал как бы, занимался небольшим бизнесом тоже, ну, сам на себя работал. И вот откладывал, откладывал деньги, и получается вот на эти деньги я и начал строительство бизнеса. А бизнес, которым ты занимался, ты до этого? Он никак не был связан с этим бизнесом. Там было купли-продажи все. Ага, понятно. А купли-продажи, она происходила здесь, в Уральске? Да. Ну, за границей и здесь, в Уральске. То есть привозил сюда и здесь продал? Да. Хорошо. Слушай, примерно какая сумма ушла на открытие данного бизнеса? Ну, примерно, ну, начальный стартап это был около двух миллионов. Два миллиона это полностью на весь ремонт, на всю мебель вот эта заказная. На то время на те старые приставки вот это на все было. Ну, со временем улучшал все, но вот стартап это был два миллиона. Давай теперь пошагово. Первый шаг, если ты, допустим, если я хочу открыть в городе, в Уральске или где-нибудь еще тайм-кафе, с чего надо начать? С чего начать? Сначала нужно подобрать место. Место то, которое, ну, желательно, имеющее хотя бы две остановки рядом. Это вот обязательно для студентов, это очень удобно. То, что они могут приходить тут, отдыхать, заниматься своими делами, работой или, ну, готовиться к предстоящему экзамену, допустим, я не знаю. Просто такое уютное место, где охота посидеть и уютно побыть одному. После, что еще, ну, что еще главное? Главное, реклама это сначала. Прежде чем вот начать открываться, нужно уже делать рекламу, уже рекламировать себя. Вот, у нас будет открытие, там будет круто, там будет весело, приходите к нам, это новый ноу-хау, потому что такого в городе нет. Ну, вот самые такие... Ну, это было в то время? Да, ну, самые громкие слова на то время это были. Ага. Вот. А после этого? То есть, после этого вы приступаете к ремонту, правильно? Нет, ремонт уже идет. Ага. В это же время уже нужно уже раскручивать свой бизнес, как он, получается, работает. Ага. Хорошо. Теперь данное помещение, вот где вы арендуете, ну, сколько квадратных метров? А, тут 87, если я не ошибаюсь, квадратных метров. 87. Угу. То есть, сейчас вот эти 87 квадратных метров, она полностью работает? Полностью все задействованы. Ага. Понятно. А после этого, после того, как ремонт сделали, сделали в Инстаграме, ВКонтакте, в соцсетях рекламу? Рекламу, фотографии, то, что людей ждет. Ну, не сразу все показываете, а показываете частями, потому что, чтобы как-то еще оставить сюрприз. То, что вы еще, и там под заголок вы еще не увидели всего того, что у нас есть. Понятно. Теперь 2 миллиона тенге, которые ты озвучил до этого на открытие, это у нас с учетом мебели, ремонта и настольных игр. Настольных игр. Всего, все, все, что здесь есть. Угу. Понятно. А после этого, какие вложения еще дополнительно потребовались? После этого, если честно, больше никаких вложений не было. Просто каждый третий месяц мы докупали 2 дополнительные игры какие-нибудь. Чтобы еще... Которые люди просили. Да, да, да. Да, вот люди приходили, они, ну, некоторые люди были приезжие, которые тоже бывали в таких антикафе. Они делились своими интересами, которые им нравились там. Мы вносили их сюда. В других городах что? Да, да, да. Мы вносили их сюда. Ага. Понятно. Хорошо. А после открытия, после того, как вы запустились, после того, как уже пошли клиенты, какие шаги, какие постоянные шаги надо делать, чтобы удержать клиентов, чтобы с ними работать активно? Самое постоянное, это вот, когда клиент пришел, ты уже должен с ним как бы познакомиться, иметь связь, чтобы он оставил обязательно номер. Потому что каждый день какие-то акции придумываете, приглашаете на какие-то мероприятия. Допустим, у нас каждое воскресенье проводятся игры какие-нибудь, или там лото, где логика у нас была, что, где, когда. Вот каждое воскресенье мы проводили турнирные игры, которые еще призы предоставляли для них. Хорошо. И была база вот эта телефонная, и мы со всеми общались. У нас группа есть в WhatsApp, там большая группа, там около 100 человек, которые постоянно ходят. Клиенты, то есть ваши клиенты. Вот туда и отправляете рассылку. Да, анонс. Ага, понятно. А теперь, именно в процессе открытия данного бизнеса, или в процессе введения бизнеса, каким неожиданностям, каким, допустим, минусам, ты должен быть готова к начинающей проблематике? Неожиданностям? Ну, неожиданностей я никаких не замечал за три года. Ну, бывают какие-то неадекваты заходят, потому что у нас же всегда открытые двери по приглашению. Всегда разный контингент приходит. Некоторые люди вообще не умеют пользоваться или даже не понимают, что это. Хотят просто побыть здесь, но не понимают, как этим пользоваться. И бывает так, что оборудование расстраивает, сбивает настройки и тому подобное. Ну, объясняешь все равно, общаешься так же, просто лояльно к этому всему относишься. То есть показывать максимальный сервис, максимальный уровень клиентов? Да-да-да, конечно. Каждый клиент дорог тебе, потому что в будущем он позовет других ребят. Ну, это сарафанное радио на будущем. Хорошо. В данный момент я знаю, что ты как владелец сам стоишь за барной стойкой, то есть сам работаешь, сам работаешь с клиентами, сам их принимаешь, обслуживаешь. До этого были ли здесь у тебя операторы? Были ли здесь свой персонал, который обслуживал полностью зал? Да, первый год я проработал сам, после у меня год работал мальчик один здесь. Вот он целый год здесь работал, один хорошо справлялся. Просто я такой человек, который не люблю подпускать к своему чему-то, люблю сам все делать. Тем более, работа это вообще не пыльная. Рассказывать, общаться с новыми людьми, это очень интересно для меня. Ну, я и говорю, у меня такая профессия просто. Единственный минус работников то, что для него это как зарплата. Его нужно стимулировать, чтобы он так же собирал людей. Мотивировать. Да, мотивировать, какие-то бонусы ежемесячные ему выплачивать. Только так будет бизнес так же держаться. А какая была заработная плата у оператора? У оператора 80 тысяч плюс процент. То есть он выходил каждый день, да? Да, да. А рабочий график с какие-то с каких здесь? А вообще с двух до двух он выходил только, получается, с понедельника до пятницы. Потом выходные, суббот, воскресенье, как положено, я ему давал выходные и сам выходил сюда. А так с двух до двух он работал. А бывают активные дни или пассивные дни? То есть как ты делишь это все? Ну, так как бизнес работает постоянно, спустя два года я уже выделил один день в неделю, который в кафе не работает. Это понедельник. Но чаще всего в понедельник почему-то больше народу хочет прийти, нежели какие-то выходные дни. Вот. Понятно. А бывает ли сезонность бизнеса? Да, сезонность, абсолютно вы правы, сезонность это осеннее время, самое холода, вот когда людям охота где-то уютно в тепле посидеть. Летом все гуляют на речке, море, все в разъездах, там бабушки на дачу поехали. Летом чуть-чуть посложнее работать, нужно что-то придумывать и зазывать народ. Понятно, хорошо. Давай теперь, чтобы было зрителям интересно, перейдем к цифрам. Вот, два миллиона тенге было потрачено на запуск этого бизнеса, то есть что туда входило конкретно, если по цифрам примерно распределить? По цифрам, так, мебель, мебель 1200-300. А привозили с России? Нет, мебель здесь все делали на заказ, делали размеры, потому что помещение нестандартное, делали размеры, по зонам делили, чтобы всем людям было уютно, удобно сидеть. То есть был профессиональный такой дизайнерский подход? Да, да, да. Ну, дизайнерский подход был чисто с моей стороны, просто я говорил заказчику, что мне нужно и все. Понятно, хорошо. То есть мебель где-то на 300 тысяч тенге, 200-300 тысяч тенге? Да, после телевизоры, приставки, джойстики, еще изначально были игры, вот это все, даже не знаю, ну около 500-700 тысяч вот это все было потрачено. А игры настольные, допустим, вроде смотришь, небольшие такие коробочки, а они стоят недешевые. Да, кстати, игры некоторые стоят, самая минимальная игра от 5 тысяч тенге и выше. Это самая дешевая игра. Самая дорогая здесь игра, это за 40 тысяч, это игра престолов. То есть коробочка игры стоит 40 тысяч тенге. Вау. То есть на закуп игр какая сумма была потрачена? Честно сказать не помню, потому что мы ездили в Самару, скупали все оптом, получается все игры в одну тележку, в этом же магазине инструменты, там поделки какие-то, все в одну тележку, картины все в одну тележку. Ну тысяч 100-150 точно было на то время, но это еще в рублях было, точно не могу сказать, три года назад было. Тысяч 100 в рублях? Не, не, не в рублях, я в тенге уже перевел. А, в тенге. Теперь, имея вот это вот вложение в старте, в начале, когда вы только запустились, какой товар оборот был в месяц? Общие продажи какие были? В начале, ну, потому что люди еще не знали, было просто море народу и как бы в месяц мы делали около полумиллиона. Это чистыми имеется ввиду? Это чистыми, чистыми полмиллиона в месяц и мы еще просто не успевали, у нас люди в очереди стояли перед дверями, одни отдыхали, одни стояли ждали, им было просто интересно, что это такое новое. Понятно, а после этого, когда уже люди привыкли к тому, что у нас в городе есть тайм-кафе, к тому, что они могут… Выбирать еще. Да, выбирать, то есть они могут прийти в любое время, что здесь двери всегда открыты. Какие продажи вот спустя три года сейчас имеют примерные цифры? Можешь рассказать? Ну, все зависит от того, как вы работаете. Если вы ничего не будете делать, лежать просто так, то чистыми вы будете зарабатывать 200-250 тысяч. То есть это… Это просто по клиентуре, клиентура будет входить. Ага. А если вы будете также приглашать, развивать какие-то игры проводить, что-то новое придумывать, потому что сейчас людям уже нравится что-то новое, такие игры, как вот брейншторм, вот я игру придумал, там нужно головой подумать, логические загадки, на команды делитесь, также призы и все там подобное. То также можно и зарабатывать 400-500 тысяч в месяц. Теперь по зонам. Большинство клиентов приходят, чтобы поиграть в настольные игры или за приставками посидеть? Вообще, я бы сказал, 50 на 50. Вот, все зависит, мне кажется, от возрастного уровня. Кто чуть-чуть младше 17 лет, они больше хотят, вот, поиграть в приставку, потанцевать, ну, энергии много, ее надо куда-то девать. А вот молодежь постарше, они любят посидеть, головой подумать, пообщаться, вот, настольные игры их больше. Ага. Теперь, Данил, а касательно этого бизнеса, какие планы на будущее? Планируется ли вообще масштабирование? Масштабирование, да, я думаю, будут открываться новые точки и будем развиваться, будем другие части города атаковывать. Понятно, хорошо. Какие советы ты дал бы начинающим предпринимателям? Уверенность в себе, всегда стремение к своим целям и никогда не сдаваться. Спасибо. Данил, спасибо, что уделил нам время и желаем тебе процветания, чтобы было побольше клиентов, побольше адекватных клиентов. Друзья, у нас совершился шестой выпуск нашей программы, программы про бизнес. Не забудьте подписаться на наш канал и нажать на колокольчик обязательно, чтобы не пропустить дальнейшие видео. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok